Всем привет, дорогие друзья, с вами НС, и после долгого перерыва наконец-то возвращается Хочу Знать. Сегодня все фишки про Бэйна. Пойдем по порядку, поэтому в начале особенности первой способности, инфибл, тут в общем-то чего-то уникального рассказать тяжело. Стоит всегда помнить, что инфибл нельзя снять с себя никаким образом, ни БКБ, ни Щитобадона или Даркшпакт с Ларка, его не снимают. Ну и уж, конечно, Лотус Орб или Иул также не спасут. Так что в общем и целом инфибл может быть неплох против героев с не очень большим количеством урона, которые наносят урон больше за счет скорости атаки или критов. Отличным примером героев, против которых инфибл особенно хорош, это Фантом Ассасин или Виндрейнджер. Есть у инфибла и одна занятная механика. Если у героя под инфиблом будет отрицательный урон, то он будет отнимать жизни у Абадона в ультимейте. Притом, чем меньше минус, тем больше будет отниматься жизней. Сие знание вряд ли может помочь в какой-либо игре, но чисто для общего развития знать не повредит. Вторая способность, а именно Брейнсап, тоже не таит в себе каких-то невероятных секретов. Нужно помнить, что Брейнсап наносит чистый урон. То есть это заклинание хорошо работает против антимага, Хускара или других героев с большим магическим сопротивлением. Для того же Хускара в поздней игре Бейн с Аганимом может стать настоящей проблемой. Напоминаю, что Аганим снижает перезарядку Брейнсапа до полутора секунд. К тому же Брейнсап начинает работать через неуязвимость к магии, то есть через БКБ. Еще одна немаловажная вещь. Брейнсап восстанавливает жизни вне зависимости от количества нанесенного урона. То есть даже если вы использовали его в крипа сотней жизней, вы все равно восстановите себе три сотни здоровья. Если, конечно, Брейнсап прокачан до максимального уровня. Ну а теперь переходим к главной способности, ради которой и был затеян этот выпуск фишек. Найтмар – одно из самых заковыристых и интересных заклинаний во всей доте. Тут есть огромное количество хитростей. Пойдем по порядку. Первое. При использовании Найтмар дает полную неуязвимость на одну секунду. Неуязвимость означает то, что абсолютно ничего в доте в эту секунду не может поразить персонажа. Благодаря этому Найтмаром можно уворачиваться от станов, любого направленного или ненаправленного урона, нюков, простых ударов и чего угодно еще. Самый простой и наглядный пример работы этой механики – вы можете спасти союзника от ультимейта Некрофоса. Главное помните, что вы можете сделать неуязвимым не только себя или союзника, но и противника. В этом плане с Найтмаром нужно быть аккуратнее, а то может произойти какая-то неприятная ситуация. Второе. Найтмар контрит крест Кунки. Правда, контрит его только в ту самую секунду неуязвимости, но этого, как правило, полностью достаточно, чтобы оставить капитана в дураках. Обычно Кунка кидает на вас крест, потом использует торрент и возвращает вас на крест примерно через секунду после этого. В итоге вы подлетаете на торренте, а если Кунка был не один, то улетаете прямиком на фонтан. Чтобы избежать этой неприятности, просто используйте сон на себя или союзника через полсекунды после того, как Кунка кинул торрент. В итоге капитан попытается вернуть вас именно в тот момент, когда этого сделать нельзя. Поздравляю, вы молодец. Еще пара способностей, которые Найтмар контрит полностью или частично. Это ультимейт Легионки. Герои просто-напросто будут по очереди засыпать и никакого урона никто не получит. И ультимейт Виверны. На одну секунду вы сделаете цель ультимейта неуязвимой, после чего один из атакующих еще и заснет, что сильно сократит урон. Третье. При помощи Найтмара можно убить союзника или совершить суицид. И в одном и в другом случае противник не получит ни фрага, ни денег, ни опыта за эту смерть. Это, в общем-то, весьма полезно. Никогда не стоит забывать про данную фишку. Она круто работает в начале игры. Сделав пару суицидов и не дав противнику фрагов, можно очень неплохо поджечь его седалище. Четвертое. Это взаимодействие с Лотус-Орбом. Если какой-либо персонаж находится под эффектом Найтмара, и его ударит другой персонаж под эффектом Лотус-Орба, то сон перекинется на Бэйна, что в целом может сбить Бэйну ультимейт или помочь догнать его в случае погони. Правда, персонаж под эффектом Лотуса тоже уснет, что не так-то и здорово, особенно если это Кэрри. Но если на героя будет еще и эффект от Линки, то в таком случае уснет только Бэйн. Пятое. Как известно, любой урон в герое под Найтмаром его разбудит. Или нет? На самом деле не любой. Существует целый ряд исключений, среди которых Фисты Эмбер Спирита, Баундлес Страйк Манки Кинга, Ультимейт Снайпера, Улучшенный Аганимом, Стифлин Даггер Фантомке и Сайдганнер Герокоптера. Урон от этих способностей будет проходить в сон, но не будет выводить из него противника. В целом, на основе этого можно придумать небольшие фишки. Скажем, Котл дает чакру Фантомке, а Фантомка кидает два даггера в спящего героя. Ну, правда, строить на основе этого какие-то стратегии, наверное, не будешь. Но есть среди этих способностей одна, которая действительно заслуживает внимания, а именно Сайдганнер Герокоптера. Я напомню, что появляется он при покупке Аганима. Интервал между его атаками 1,1 секунды. С учетом первой секунды внеуязвимости Герокоптер успеет сделать около 5 ударов Сайдганнером по спящему персонажу. И если у Герокоптера хороший урон, то некоторые противники могут от подобного сна и не проснуться. Также Найтмар не собьют активные модификаторы атаки типа копий Хускера. То есть можно накидать кучу копий в противника, усыпить его и смотреть, как он горит. Еще Сон не сбивает рассекающий урон от Тайтбрингера Кунки, что для меня выглядит весьма странным, учитывая, что любой другой подобный урон прервет действие Найтмара. Шестое. Найтмар позволяет полностью сбросить с себя агровышек, крипов или фонтана. Крипы перестают вас атаковать и проходят мимо. Вышки тоже вас не замечают. Эта особенность может быть весьма полезна в ряде ситуаций на старте игры. Седьмое. Найтмар не работает на неуязвимых к магии персонажей, поэтому вы можете легко разбудить своего союзника, не опасаясь уснуть под эффектом от БКБ, Репел Омни Найта, Вреджи Найкса или Блейдфьюри Джигернаута. Вроде и просто, но многие про это забывают. Ну, вроде бы все. Или не все. На самом деле не все, потому что после использования Найтмара у Бейна появляется новая способность – Найтмар Энд, благодаря которой Бейн в любую секунду может снять сон с цели. У этой способности также есть пара особенностей. Для начала стоит знать и помнить, что Найтмар Энд можно использовать в стане, циклоне, сне, таунте и вообще в любом состоянии, кроме Саленса или Хекса. И это, вообще-то говоря, крайне важно. Вот, например, вы спасали союзника от ультимейта Некрофоса, и вас тут же спрятал в Астрал ОД. Нужно помнить, что вывести своего союзника из сна вы можете, не дожидаясь окончания Астрала, а прямо из него. Ну и второй интересный момент. Тут замешан Рубик. Ох уж этот Рубик, везде он замешан. Найтмар Энд прерывает все сни на карте, а не только тот, который повесил сам Бэйн или сам Рубик. Поэтому Бэйн своим Найтмар Эндом может снять как свой собственный сон, так и сон Рубика. Ну и наоборот. Помните про эту фишку, может очень здорово помочь в некоторых ситуациях. Ну и теперь вроде бы действительно все. Все с фишками, но есть еще и баги. По крайней мере, есть два рабочих. Первый, Текис и Бэйн. Текис ставит ультимативную мину в любое место. В момент произнесения заклинания, пока мина находится в полете, Бэйн использует на Текиса сон. Во время сна Текис использует детонацию, в итоге происходит нечто. И мина улетает куда? Непонятно куда, в центр карты. Ну, классно чё. Кстати, этому багу лет пять уже фиксить его никто и не думал. Второй. Так не должно быть, но Бэйн при убийстве своих союзников Найтмаром получает за это ассист статистику. Другими словами, бесконечно убивая союзников, можно бесконечно получать ассисты и в итоге иметь очень крутой рейтинг КДА. Только, пожалуйста, не надо пытаться набивать КДА в реальных рейтинговых играх. А не то... И не так давно ещё был баг, который во сне Бэйна позволял дублировать предметы. Думаю, этот баг нашёл какой-то Майнкрафтер. Становится миллионером. Супер злой баг, который позволял купить шесть слотов за пять минут игры, стоя на фонтане. Его, конечно, очень быстро пофиксили, но это не означает, что в доте не существует ещё каких-то поломанных механик, связанных с Найтмаром. Если знаете такие, то пишите мне ВКонтакте, скажу спасибо и, возможно, добавлю в следующие выпуски. Осталось рассказать лишь про ультимейт Бэйна. И тут как ни печально, рассказывать-то и не о чём. Или есть о чём. Действительно, фишек с ультимейтом немного, но пару хитростей рассказать могу. Во-первых, ультимейт Бэйна даёт полный обзор на цель. Если вы увидели Рикки и поймали его в ульт, ему уже никуда не деться, пока ультимейт не кончится. Естественно, работает и с другими инвизорами. Во-вторых, ультимейт Бэйна работает через магическую неуязвимость. Но работает только лишь стан, урон не проходит. Поэтому, если вы хотите убить противника, а он в БКБ, у вас ничего не выйдет. Зато пока он в стане, убить его могут ваши союзники. Ну, это, я думаю, не новость. На всякий случай напомнил, вдруг кто не знал. А вот про следующую особенность многие не знают, а некоторые про неё элементарно забывают. Ультимейт Бэйна, как и любой стан, можно снять сильным развеиванием. Скажем, щит Абадона или пресс за атак легионки избавят вашего союзника от этой напасти. Однако эти способности нельзя использовать на героя, который неуязвим к магии. Поэтому, если вы чувствуете, что Бэйн сейчас будет ловить вас в ультимейт, а рядом стоит брат на Абадоне, то лучше дать поймать себя без БКБ. Тогда негативный эффект легко можно будет снять щитом. Кстати, подробнее про развеивание можете посмотреть в отдельном видео. Ссылка будет в описании. Ну и в-третьих, Бэйна во время того, когда он произносит ультимейт, можно двигать. То есть можно использовать на него форстав или хук пуджа. Ультимейт при этом не собьётся, и комбинация с пуджем работает весьма неплохо. Учитывая, что Бэйну ультимейт сбить достаточно просто, и когда он его использует, каждый пёс хочет кинуть в него стан. При помощи пуджа до Бэйна будет практически не дотянуться. Ну что ж, друзья, на этом всё. Надеюсь, выпуск вам понравился. Обязательно пишите в комментариях своё мнение о выпуске, а также о том, на какого героя стоит записать следующий выпуск фишек. Ну а с вами был НС, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok